всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду решил я сегодня вот из этой вот красоты приготовить варенокопченый деликатес купил такую штучку лишний сейчас отчекрыжу понятно на канале есть варенокопченая карака но не свиные тамбовские я решил сегодня поработать с бараниной нашел рецепт соответствующий справочнике колбасного технолога и решил его опробовать кстати далеко не все рецепты из этого справочника мне приходится по вкусу некоторые пересоленные некоторые на мой взгляд недостаточно яркие надеюсь что вот это вот будет прям хороша проверю как она пойдет и все расскажу про свои органолептические впечатления сейчас как скульптор просто отсеку все лишнее хребет не нужен кость надо оголить сустав скакывая ставлю на месте за него подвешивать удобно ссылку кстати на справочник по которому я готовлю оставлю в описании ролика посол смешанный точно такой же как для сырокопченого окорока который я уже по-моему показал готовится он одинаково по плотности и заливочный и шприцовочный 100,1 грамма соли на сантиметр кубический короче готовим пропорции в конце ролика я уже говорил да соль нитритная сахар вода кипяченая холодная и до полного растворения все сегодня шприцую рассолом в количестве три процента от массы окорока и натираю сегодня же посолочной смесью здесь соль сахар чеснок и перец этой смеси понадобится 3,3 грамма на каждый килограмм окорока не удивляйтесь что рассола много я его готовил сразу из расчета шприцевания и заливки для заливки который будет через три пять дней понадобится 30-40 процентов от массы окорока то есть если у вас окорок весит к примеру килограмм то рассола понадобится заливочного 300-400 граммов обкалывать нам со всех сторон и самое главное загнать рассола побольше поближе к кости и к суставу суставных вазухах может соскапливаться там синавидальная жидкость и она может загнивать если соль туда не выпадет так но сейчас надо натереть посолочной смесью старательно со всех сторон все можно убирать на просолку в холодильник на 35 дней а потом залить сегодняшним рассолом заливочным уже и оставить еще на 10-12 дней на просолку дело не быстрое ферментация будет происходить короче все эти процессы я уже неоднократно рассказал заливочный рассол подождет в свою очередь и рядом с окорком в холодильнике окорок в пакет все процесс пошел ждите и снова всем привет замотался и поэтому вместо трех пяти дней окорок провел у меня на просолке аж целых 7 дней ну надеюсь что он за это время не пересолился я его только что ополоснул под прохладной водой мне сейчас убираю в пакет и заливаю рассолом все очень просто и теперь ему лежать в холодильнике 10-12 дней надеюсь время меня будет я про него не забуду и вовремя выну его из рассола ждем окорок просолился сейчас продолжаем процесс сейчас его надо вымочить в воде при температуре не выше 20 градусов в течение двух-трех часов как я уже говорил этот рецепт взят из справочника технолога колбасного производства под редакции роговой товарищей насколько я понимаю идею технологов концентрация соли в рассоле и самом окороке все это время все время созревания была выше той которая комфортная которая вкусна при поедании готового продукта сделано специально для того чтобы во время процесса созревания этот окорок не испортился а сегодня мы будем окорок варить и коптить и уже термическая обработка и копчение будут предохранять его от порчи поэтому вымачиванием концентрацию соли в мясе мы будем понижать теперь промывка окорка довольно горячей водой температура 30-40 градусов теперь вывешивание этой красоты на стекание и сушку окорок нельзя оставлять в камере для копчения в мокром виде на нем очень быстро образуются уродские потеки поэтому хорошенько просушиваем в проветриваем месте течение трех-четырех часов у нас статьи зима вот такая вот странная так что мух нет копчение проводится при температуре 30 50 градусов в течение трех шести часов естественно 30 градусов 6 часов 50 градусов 3 часа при таком копчение концентрация дыма не должна быть чрезмерной дымогенераторы с принудительным нагнетанием воздуха не подойдут если у вас такой сокращайте время копчения раза в три то и в четыре дымогенераторы с принудительным нагнетанием воздуха выдают столько дыма что его хватит на камеру объемом наверно 2-3 кубометра для такой вот небольшой камеры это слишком много и вот пассивный дымогенератор для такой небольшой камеры в самый раз коптить буду на буковых опилках одной зарядки хватает на 10 12 часов непрерывного горения после окончания копчения будет варка варю при помощи сувида только исключительно потому что у меня нет кастрюли в которую окорок целиком был в лес сувид не обязательно не переживайте варим воде при температуре 80 85 градусов время варки рассчитываем по весу 55 минут на каждый килограмм да и момент загрузки окорока вода должна быть температурой 95 100 градусов потом она конечно остынет до нужных на 80 85 ждем окорок сварился теперь быстрое охлаждение под холодным душем и перед тем как его можно будет резать и пробовать охлаждение быстро под холодным душем минимум до 8 градусов ну то есть я просто сейчас я его уберу в холодильник на сутки вот такая нога у меня получилось на исландский манер это будет называться хамон косида дэссердон нет instrumental это свиной как раз таки а это де кардеру хамон косиды де кардер его хамон переводится с испанском это окорок это не какой-то блюдо конкретно просто окорок хамон де павая Financial Окр股 идейки хамон де сердо свиной окорок хамон косид в данном случае вареный окорок а так как он де кардера значит соответственно вареный бараньй окорок пахнет ветчиной До характерного запаха баранины я не ощущаю Насчет вкуса Вкусный Вкус баранины есть, присутствует Не сильный, но есть, классный Очень-очень легкий аромат копчения Очень нежный, очень сочный Окорок, и готовится гораздо быстрее, чем свиной Варится, я имею ввиду Процедура посола Такая же по времени, но варка гораздо быстрее Вот нога у меня после посола Получилась 1760 граммов Весит 55 минут на килограмм Соответственно, я чуть больше полутора часов Варил, и все Получил такую классную штуку Слушайте Если вы боитесь, что Свиную ногу, здоровенную, свиной округ не съедите Смело готовьте барани Вот такая штука получается Вкусный быстро На этом позвольте завершить Не забудьте поставить лайк Дизлайк Колокольчик Жамкнуть, чтобы не пропустить новое видео И подписаться, конечно Спасибо за компанию Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok